Здравствуйте, товарищи! Умозаключение – это единственное понятие и суждение. Она является способностью рассудка, то есть разумностью. В своем развитии для достижения истинности ему необходимо перейти из субъективности в объективность. Умозаключение формально, так как оно непосредственно, оно лишь единичная определенность, проходящая через четыре фигуры. Красное яблоко обладает красным цветом, значит яблоко обязательно имеет цвет. И в обратном направлении. Есть красный цвет, яблоки обладают цветом, значит есть яблоки красного цвета. То есть мы делаем умозаключение, исходя как из единичного, так и из особенного, с всеобщим. Как бы мы не изощрялись над яблоками, есть еще четвертая фигура, чисто математическое умозаключение. Если есть две вещи равные третьей, то они равны между собой. Если зеленое яблоко и зеленая груша равны зеленой сливе, то груша – это ждественно яблоку, они все являются фруктовыми плодами. Развитие умозаключения через разные фигуры снимает его абстрактность, наполняя его определенностью. Начинает просвечиваться внутреннее соотношение других определенностей. Получается уже не простая абстрактная определенность, а конкретная, у которой есть собственная рефлексия. А. Умозаключение всякости или рефлексии, всего лишь внешняя видимость, без учета сущности. Такое умозаключение базируется на единичности. Все фрукты – это растения. Яблоко – это фрукт, значит яблоко тоже растение. Б. Умозаключение индукции или обобщения. О единичности, как и всеобщности, уходящей в бесконечность. Обобщение является субъективным умозаключением. Фрукты – это яблоки, груши, сливы. Все они имеют плодоножку, значит фрукты имеют плодоножку. И такие умозаключения можно продолжать очень долго. Фрукты имеют свет, запах, вкус и так далее. С. Умозаключение по налоге. Это умозаключение по сравнению с единичностью, которая в самой себе есть всеобщность. Яблоко имеет червяка внутри. Груша – фрукт, как и яблоко. Следовательно, у груши внутри обитает червяк. В любом умозаключении есть два крайних термина, один средний, связывающих их между собой. Но крайние термины не одинаковы, а значит появляется необходимость их соотнести. А. Категорическое умозаключение. Яблоко есть фрукт. Фрукт есть растение, значит яблоко есть растение. В категорическом умозаключении содержится лишь формальное тождество, а значит умозаключение необходимости должно определять себя как гипотетическое. В. Гипотетическое умозаключение. Если есть яблоко, то есть груша. Но яблоко существует, следовательно, существует и груша. Гипотетическое умозаключение содержит в себе лишь необходимое соотношение без непосредственности соотнесенных. В этом умозаключении содержится разделительное суждение. С. Разделительное умозаключение. Яблоко есть или груша, или клубника, или шишка. Но яблоко есть груша, следовательно, яблоко не есть ни клубника, ни шишка. Это разделение на особенности. Результат всех умозаключений – некая непосредственность, появляющаяся через снятие посредования, то есть некое бытие. Это бытие и есть вещь во всех своих моментах, сущая в себе и для себя, то есть объективность. Вот так, через умозаключение, мы из тома субъективной логики вернулись опять в объективную логику, но на этот раз с удержанием субъективного мышления. Спасибо за внимание.